Перед входом в Одесский суд Рабинович интересуется у своего адвоката Лев Соломонович, а что вы скажете за мою идею? Ну, если я перед самым началом процесса пошлю судье домой большого жирного гуся и приложу свою визитную карточку Яша, вы больной человек, это и есть таки попытка подкупа Яша, вы тут же проиграете процесс Процесс завершился в пользу Рабиновича Сияет счастье, он подходит адвокату и радостно сообщает Лев Соломонович, я дико извиняюсь, но таки на этот раз я не последовал вашему совету и послал судье гуся Яша этого просто не может быть Таким может Только я приложил к нему визитку моего противника Вот такая история Судебное разбирательство это целый аспект и очень интересный и занятный Особенно для тех, кто участвует И что там Библия про это говорит Давайте посмотрим Насчет детских ошибок Может, есть люди, которые понимают и представляют, что есть в Библии И у них получается внутри головы очень логичная система Берут Библию, разбирают на кусочки Собирают так, чтобы это была целостная система Но остаются какие-то внешние детали Может, мы бы сейчас подберем какие-то внешние детали Которые все-таки совершенно не лишние Давайте Я расскажу сегодня историю об одной очень удачной попытке переворота В одной стране, в одном городе произошла христианская революция Весь мир насилия разрушили до основания Идет большие беспорядки И случайно Да, в этой стране не было Она не была знаменита чем-то особенным Не было каких-то больших достоинств Торговых путей Там была дорога, но она была, скажем так, второстепенной Потому что беспорядков были и там Вот по этой дороге шел один богослов Который имел также Был и юристом, юридическое образование Автор нашумевшей книги И очень скромный человек И он на одну ночь Заночевал в этом городе И руководитель переворота Говорит у нас тут беспорядки Вот ты как раз тот человек Который нам нужен, чтобы навести порядки Человек был очень скромный Застенчивый Он сильно отказывался Но почти против его воли Его оставили И он выбил какие-то требования И начал разрабатывать церковный устав Для этой поместной церкви И он начал вводить какие-то реформы Как это должно было выглядеть И беспорядки продолжались Был беспредел И власть по поводу этих реформ Отказалась И через 22 месяца Богослова и руководителя восстания Выгнали из этого города И их выгнали на 3 года Через 3 года беспорядки были еще больше Люди вообще не знали, что сделать И пригласили их туда-обратно И согласились принять их проекты И наш герой, Богослов Как он представлял всю эту систему Как должна управляться Управляться этот город Он начал применять законы Юридические системы Которые находились в Ветхом Завете Сделал, допустим, перила на крышах На окнах, чтобы дети не вываливались Чтобы дети почитали родителей И всяческие там были строгие наказания По поводу этому поводу Вы, наверное, уже, если вы догадались О какой истории я вам рассказываю Я не хочу опускаться до осуждения Недостатки, конечно, были Я не знаю точно, как там это все происходило Но ему удалось сделать образцовый город В мировом масштабе Как он это сделал Со всеми этими реформами Он применял Библию К тем ситуациям, которые он видел В своей повседневной жизни И ввел эти законы Библия очень мудра Относительно того, что происходит с людьми Например, говорят о смертной казни В Туре есть смертная казнь Три вида смертной казни Смертная казнь пытаются отменить Пока это большинству стран не удается В Израиле нету смертной казни Я не считаю это большим достижением В Туре, в юридической системе Туры Нету тюрем Обычно, если человек крадет Его сажают в тюрьму И туда он зашел просто укравшим А выходит после какого-то срока Уже специалистом Настоящим, обученным вором Там он обучается воровству В Туре не так Человек, если он украл Он обязан вернуть С плюс 20% Иногда, если украл овцу Четыре овцы Если он не может это выплатить То он становится рабом на тот срок Пока не отработает долг Становится рабом Или того человека, у кого украл Или какого-то состоятельного человека Если он продался за долги Который становится в рабстве И еврей, раб, вы знаете Есть какие-то ограничения Он не может быть дольше Чем 7 лет Во время В каждый седьмой год Есть прощение долгов Такие системы И человек, находясь у благочестивого человека В рабстве Он видит, как тот решает свои проблемы Как он заботится и о своих рабах И как он отделяет десятину Как он ведет хозяйство Человек может вернуться в свое наследие Скажем так Реабилитированным Прошел реабилитацию Расположенным и способным Начать жизнь В нормальном функционировании Не поддаваясь на искушение воровства Так или нет Но, во всяком случае В этом городе были Была сделана Религиозная Религиозные библейские принципы Были сделаны реформы И в юриспруденции И в устроении города Конечно, я говорю О Жанне Кальвине И о Швейцарии И, ну что Там были сделаны Цехи В котором люди Передают свое мастерство От отца к сыну Да Дети обязаны Почитать своих родителей И в слове Почитать Было действительно Что-то жесткое Человек не мог перейти Поменять профессию Он работал в той профессии Которой Были его родители И Нам это может казаться Диким Но Даже сегодня Если мы говорим О Сыре То есть сыры Есть вкусные сыры А есть швейцарский сыр Есть шоколад Много вкусных шоколадов Но если мы говорим О савом То это Швейцарский шоколад Если мы говорим О часах Механических Не электронных То лучшие часы Это все-таки швейцарский Если нам надо Порезать салат Можно пользоваться Любым ножом Но когда Доходишь до порезания Все-таки лучше Я выбираю Швейцарский нож Почему-то Они Самые лучшие И Ну что еще В этом городе Была очень сильно Поднята Мораль Там Не было Вот Не знаю Воров Проституток Были Честные люди Там Было Открыт Христианский Университет И люди Которые искали Бога Из соседних Стран Приезжали Учиться В этом Университет И уезжали Проповедники Протестантизма И С готовностью Умереть за свою веру В своих странах Германии Франции Англии И Люди В соседних Странах Когда Видели Честность Швейцарцев Поняли Что Надежнее Хранить Деньги Не в своей Стране А в соседней Швейцарии И в Швейцарии Образовалась Банковская Система Которая До сегодняшнего дня Считается Одной из Самых Надежных Что там Надежно Хранить Свои деньги И это Я считаю Довольно Удачной Попыткой Применения Ветхозаветных Законов Для Отдельно Взятого Города Ну что ж Давайте Посмотрим Может быть Правда В Библии Есть что-то Чем мы Пренебрегаем И Что Стоит Применить В нашей жизни Больше Дисциплины Больше Подробностей Больше Педантизма Будь открытым К этому Будьте Благословенны Продолжение следует... Субтитры подогнал «Симон»